Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелл Абасадзе, и сегодня у нас на связи хорошо знакомый и любимый нами Юрий Федоров. Здравствуйте, Юрий, очень рад Вас видеть. Добрый день, здравствуйте, я рад Вас видеть еще больше. Ну что, как обычно смотрим ситуацию, которая сложилась, скажем так, на театре, военных действий, а происходили там, ой, какая прелесть у Вас сзади там. Правда, только хвост пока виден, но прелесть, видно, что существует. Это безобразничает кот, который вдруг решил, понимаете, устроить тут скачки какие-то в самые неподходящие для этого моменты. Нет-нет-нет, подходящие коты и собака. Это всегда герой наших программ, потому что, ну вот у Гейдара, там две кошки, они ходят туда-сюда, без цепи, правда. У Вас хорошо, что появилось. Мой периодически появляется, морду показывает, говорит, типа там, хозяин, пойдем гулять. Чего-то тут завис. Ну, в общем, тут... Ну, этот вот безобразник, у него, значит, период скачки бывает. Сколько ему? Ему год с небольшим, ну, год три месяца. Мы же все себя, мы же все себя помним в его возрасте. Ну, естественно, период скачки. Ну, да, конечно. Что ж, давайте вернемся к нашей основной теме. То вернемся, да. События на Театре военных действий, они, в общем-то, были достаточно интересные вещи, происходили, поэтому, ну, как бы, ломы карты в руки. Ну, если говорить о том, что происходило за неделю, ну, я бы выделил несколько моментов таких принципиальных. Но самое главное – это продвижение вооруженных сил Украины по Орехово-Токмаковскому направлению, его еще иногда называют Мелитопольское направление. Ну, до Мелитополя трудно сказать, дойдут ВСУ вот в эту кампанию или не дойдут. До Токмака могут дойти, шансы для этого есть. Там есть такое местечко, населенный пункт, видимо, достаточно большое село, называется оно Вербово или Вербово, Вербовое. Трудно, по-разному есть то, как это произносится на украинском, то, как это произносится по-русски, но неважно. В общем, бои идут на окрестности, ну, на северо-западной части этого села. И дальше вопрос в том, куда пойдут вооруженные силы Украины после того, как достигнут успеха в продвижении вот в этом населенном пункте. Есть несколько вариантов. Самое то, что больше всего беспокоит российских генералов, особенно генералов ВДВ, возможное движение российских войск ВСУ на северо-восток, в район еще одного населенного пункта, называется Новофедоровка. И тогда это может завершиться окружением одной из воздушно-десантных дивизий, которая была расположена на фланге наступающих сил ВСУ. Но так и, в общем, осталось без особого дела. Что дальше, как дальше будут развиваться события на этом направлении, сказать трудно, но важно, что вот эта основная линия обороны русских войск, ее называют линией Суровикина, или вторая линия обороны. Первая линия – это, в общем, такой вот набор опорных пунктов обороны, там взводного или ротного уровня. А вот линия Суровикина – это уже более серьезные такие, выстроенные по, ну так, судя по всему, в общем, с соблюдением правил строительства таких фортификационных сооружений, линии, включающие в себя и траншеи, противотанковые рвы, там определенные блендажи, разного рода заглубленные долговременные огневые точки, в общем, все, что полагается по науке. Но вот в районе Вербова эта линия была прорвана, и дальше может быть движение по разного рода направлениям. Но посмотрим. Это, значит, развитие событий в этом районе вызвало очередной скандал в российском командовании между очередную склоку, которая вышла уже на поверхность, между командованием ВДВ и командующим ВДВ генералом Теплинским, и который обвиняет Герасимова и Шойгу в том, что они сорвали там какие-то планы, которые он разрабатывал, планы контрнаступления в этом районе. Ну, борьба за власть в российских вооруженных силах между... Но сейчас определилась, в общем, основные игроки в этом противостоянии. С одной стороны ВДВ и командование ВДВ, с другой стороны Герасимов и министр обороны Шойгу. Вот они обвиняют друг друга в срывах в разного рода неудачах, в срывах наступления и так далее и тому подобное. На других направлениях, в общем, были определенные успехи под Бахмутом, где все-таки взято, окончательно взято под контроль вооруженными силами Клещеевка и Андреевка. Это два... Андреевка – это вообще очень маленький такой населенный пункт. Вряд ли он... Но он очень важный, потому что он находится на железнодорожной линии, которая связывает Бахмут с... связывает Бахмут с Горловкой. И эта линия, действительно, она важна не как линия коммуникации, по которой можно что-то перевозить. Прошу прощения. Можно что-то перевозить. Нет, потому что железнодорожная линия сейчас не работает. Но это вдоль этих железнодорожных магистралей обычно выстраиваются линии обороны более или менее эффективные. Вот такая ситуация. В остальном изменений линии фронта не было. Вот что мне хотелось бы отметить. Видите, русское командование сосредоточило в Украине вот этой осенью, в сентябре месяце, огромные силы. Это называют цифру в 400 с лишним тысяч человек. Это очень много по масштабам этой войны. И задача была поставлена сорвать наступление ВСУ и перейти в наступление самим, взять определенные территории под контроль, оккупировать в очередной раз территории Харьковской области и продвигаться вперед Тонецкой области. Но ничего из этого не получилось. Не удалось ни остановить, по сути дела, не удалось остановить наступление в Запорожской области. Хотя, опять же, вот телеграм-каналы, которые связаны с оппозиционными в российской армии кругами, оппозиционными по отношению к военному командованию, они не оппозиционные по отношению к Путину или к политическому руководству, но вот антишойговские такие каналы. Вот они, значит, говорят о том, что Путин дал Герасимову поручение и с весьма жесткими условиями остановить наступление ВСУ до начала октября. Ну, до начала октября осталось несколько дней, но не похоже, чтобы Герасимову удалось выполнить, в очередной раз не выполнить это поручение президента. Вот такая ситуация. Это свидетельствует о том, что, в общем, боевой потенциал российской армии, он намного ниже, чем в вооруженных силах Украины, потому что превосходство есть над ВСУ, а успехов нет, причем нет успехов даже в обороне. Вот сразу же целый ряд вопросов у меня возник, честно говоря. Я, не смотря на то, что у меня есть это историческое образование, честно говоря, слышал, читал что-то о конкуренции внутри армии, которые воюют, различные. Ну, например, классический пример – это конкуренция между Коневым и Жуковым в годы Второй мировой войны. Классический пример – это та же конкуренция между маршалами Даву и Неа у Наполеона. Ну, я не знаю, в Монтгомере говорят – не очень любил Лейзенхауэра и наоборот. Но при всем при этом, вот насколько эти конкуренции, вот эта, скажем так, эта грызня мешала. И еще один момент – при всем при этом был, никто не оспаривал авторитета высшего военного руководства. То есть, генштаб был генштабом, там командующие могли с друг с другом грызться, но общее руководство как-то существовало. Насколько это похоже на то, что сейчас происходит в российской армии? А то ведь получается, что свято-места просто не бывает. Был Пригожин, которых, ну, последними словами, крыл Герасима Байшольгу. И Пригожина не стало, появился сейчас командующий ВДБ и так далее. Насколько природа такая же, как в свое время была у Конева и Жукова, там, или там, у Нэйдаву? Нет, немножко другая ситуация, как мне кажется. Во-первых, речь идет, если говорить о нынешнем положении дела, речь идет об определении ответственности за провальную войну. Война провальная, хотя бы потому, что не удалось российским генералам, не удалось добиться победы. Весь расчет, вся компания, военная компания в этой войне была построена на идее Блицкрига, на идее быстрой победы. Эта победа не получилась, она была сорвана, причем сорвана вооруженными силами Украины в тех условиях, когда серьезных поставок вооружений и военной помощи от западных союзников не было. Я имею в виду весну прошлого года. Сорвана она была и в результате успешных действий ВСУ, и в результате, я бы сказал, потрясающего множества и боевой морали, боевого духа личного состава вооруженных сил Украины. И в результате, одновременно, в результате низкого уровня или очень низкого уровня военного командования со стороны России и, опять же, боевого духа русской армии. Вот были два вот этих фактора. Но потом, тем не менее, в первые, наверное, две недели войны русским удалось захватить очень большие территории на юге, оккупировать в силу разных причин. Причин, которые, видимо, будут в Украине разбираться и анализироваться уже после войны. Это очень непростая ситуация, но, в общем, сейчас нет смысла об этом говорить. А вот после того, как эти территории были захвачены, вот после этого у русских, в общем, особых успехов не было. Но был, да, был успех в первые месяцы битвы за Донбасс. Это апрель, июнь. Ну, апрель, июнь. Северодонецк. В прошлые годы Северодонецк и так далее. Но это, опять же, не критический успех. Это серьезный, но не критический. И, опять же, мне удалось тогда решить ту задачу, которую поставил Путин, а именно оккупировать всю Донецкую область. Луганскую область, в общем, удалось оккупировать, а Донецкую область оккупировать не удалось. Все, после этого успехов, в общем, не было. Ну, и была первая такая победа под Бахмутом, но сейчас понятно, что она оборачивается ловушкой для русских войск, которые там находятся. Соответственно, возникает вопрос, а кто виноват? Вопрос, что делать? Ну, классический русский вопрос, он будет оставлен на потом. А сейчас кто виноват? Военные, политическое руководство, поставившее нереализуемые задачи, нереализуемые цели? Или военные, которые не способны достигать серьезных целей, поставленных политическим руководством? Или и то, и другое? В общем, ответы на этот вопрос, скорее, на мой взгляд, и то, и другое десло свой вклад в провал. Но, в общем, факт остается фактом. Цели, поставленные политические цели войны, не достигнуты. Сейчас идет речь о том, как России выйти из этой войны. Естественно, есть такая радикальная позиция, а мы будем продолжать войну до победы. Но нет для этого, нет оснований надеяться, что это будет выполнено. Потому что ресурсов для такой войны, причем войны не только с Украиной, а войны с коллективным Западом, который снабжает Украину всем необходимым, недостаточно, на мой взгляд. Но, тем не менее, это все-таки война с Западом. А Запад превосходит Россию по основным показателям военного, экономического, технологического и прочих параметров в 25-30 раз. Если посмотреть на, скажем, на военные расходы или на расходы на науку и технику, на расходы на, скажем, на все, что хотите. Значит, вот это соотношение где-то от 25 до 30, оно сохраняется по основным показателям военного, социального, экономического и прочих потенциалов. Запад не склонен уступать России. Другой вопрос, как я понимаю, который обсуждается на Западе, это вопрос о том, какова стратегия поражения России. То ли это можно и нужно делать быстро, мгновенно, с разгромом русских войск в Украине в кратчайшие сроки, то ли это более или менее медленное удушение. Но, в общем, достаточно понятно, что с нынешним режимом Запад, в общем, сосуществовать не хочет. И ставка сделана все-таки на уничтожение этого режима, на то, что к власти придут более или менее вменяемые круги. И насколько эта ставка реалистична, я, честно говоря, не знаю. Я не уверен в том, что в России есть вменяемые круги и силы, способные контролировать положение дел. Но это другой вопрос. В общем, Запад не склонен уступать России, несмотря на все разговоры о переговорах, о дипломатическом решении. Ну, разговоры разговорами, а помощь все-таки идет и будет идти. Так вот, возникает вопрос, кто ответственный? Это раз. Во-вторых, возникает, ну, это старая идея, это борьба за контроль над вооруженными силами. Это не расхождение тех или иных, не соперничество тех или иных военных группировок, как это было, вот то, о чем вы говорили, и как это было, скажем, во время Советско-Польской войны 20-го года, когда Тухачевский и Сталин соперничали за, даже не за контроль над войсками, а, значит, соперничали за тем, кто будет победителем в этой войне. Но оказалось, что вы потерпели поражение в результате этого. Нет, соперничество между Коневым и Жуковым, да, оно было, но это было при очень жестком военно-политическом руководстве Сталина, который, я не исключаю, что он истравливал двух военачальников или каких-то еще военачальников, понимая, что соперничество за место даже не под солнцем, а соперничество маршалов за место в сталинском кабинете, оно может быть достаточно мощной движущей силой, заставляющей этих маршалов лезть из кожи и добиваться успехов. А вот сейчас я не уверен, что Теплинский, скажем, с Герасиевым соперничают за место в окружении Путина. Мне кажется, что и тот, и другой, в общем, понимает, что Путин – это все-таки фигура уходящая. Либо он уйдет по возрасту, либо он уйдет из-за потери влияния. Ну, в общем, потери власти реальны, она может утекать из его рук. Но борьба идет за контроль над вооруженными силами. А вооруженные силы – это очень мощный фактор победы в борьбе за власть в России после ухода Путина. Да, скорее всего, так и есть. Это как в том анекдоте, за что посадили, говорит, сантехника, который чинил засорившийся туалет в НКВД. Ну, он посмотрел, постучал по трубам и говорил, «Нет, тут чисткой не обойдешься, тут систему менять надо». Ну, да. Тут систему менять надо, а чисткой тут не обойтись. Силы специальных операций Украины сообщили о том, ну, в общем-то, сообщили, что мы все это видели. Высокоточный удар по штабу Черноморского флота. Говорят, что погибло 34 российских офицера, в том числе командующий Черноморским флотом адмирал Целый Виктор Соколов. Я не знаю, честно говоря, пропустил в силу своих отъездов, переездов, значит, подтверждена ли эта новость из российских официальных источников. Но, в общем-то, то, что мы увидели, было достаточно впечатлительно. То есть, центр Севастополя, штаб Черноморского флота в руинах. Насколько это важных с точки зрения военной и с точки зрения морально-психологической ударов? Ну, с точки зрения военной, я не знаю. Разрушение штаба, конечно, это поражение. Это поражение, в данном случае, российского военно-морского флота. Насколько оно критично? Видите, критичным может быть поражение, скажем, узлов связи. Их восстанавливать сложно, трудно. Поражение штаба. Но если там кабинеты, в которых работали операторы, или там хозяйственники, все же может быть. Мы не знаем, какие именно кабинеты и кто именно погиб в списке. Да, цифра 34 человека называется. Кстати, в каналах, близких к Теплинскому, на официальных российских каналах вообще говорится только об одном военнослужащем, пропавшем без вести. Но это понятное дело. А вот в военном смысле я не уверен, что разрушение здания штаба и ликвидации, или там уничтожение, ликвидации, как угодно, ряда высших командных кадров. Да, собственно, здание штаба не имеет, на мой взгляд, большого значения. Перенести работу можно в другие места. Тем более, что непосредственное оперативное руководство этим флотом... А в чем оно заключается? Флот не выполняет боевых действий. Единственная его задача, я имею в виду Черноморский флот, это стрелять ракетами по целям в Украине. Но траектория этих целей, расчеты траектории и выбор целей выполняется другими подразделениями российского военного ведомства. Есть некий центр, который занимается, вычислительный центр, который занимается расчетом траектории и прочее. ракет, я имею в виду. Ну, а отдать команду на выход в море и на запуск ракет по установленному списку целей может совершенно необязательно для этого иметь командующего Черноморским флотом. В политическом отношении, да, в морально-политическом отношении это очень серьезный удар. Причем, как мне кажется, удар даже по сознанию, по мышлению, по каким-то морально-политическим, морально-психологическому состоянию командного состава российской армии даже больше в результате того, более сильной не в силу самого факта ликвидации ряда высших командиров, в том числе командующего флота, а в силу того, что это скрывается. Ведь с одной стороны идут постоянные сообщения, в том числе, я повторяю, в каналах, близких к определенным военным кругам, о том, что 34 человека погибло, там большое количество раненых и так далее, здание неостановимо, а официальных сообщений нет. И вот это дезориентирует командный состав, дезориентирует офицерский корпус, который люди прекрасно понимают, что такое разрушение штаба и гибель командующего. Это удар. Но, скажем, к артиллеристам или к сотрудникам, офицерам ПВО, это непосредственного отношения не имеет. А вот то, что высшее командование армии и вооруженных сил не хочет сообщать об этом, в том, что оно скрывает факты и вообще не сообщает о какой реальной ситуации, вот это подрывает доверие кадров, офицерских кадров к командованию. А почему не сообщают? Ну, говорят, опять же, некоторые каналы, говорят о том, что это личное решение Шойгу, которому очень не хочется докладывать о таких потерях Путина. И отвечать за эти потери, ну, Путин, конечно, об этом не знает. Он же не иголка сейчас. Скрыть смерть командующего все равно рано или поздно. Ну, вот это вот такая позиция Страуса, который засовывает голову в песок, а Шойгу и, ну, в какой мере Герасимов за это отвечает, я не знаю, но Шойгу уж точно отвечает. Так вот, эта позиция, страусиная позиция, она, конечно, подрывает авторитет и министра обороны, и всей системы военной бюрократии, военной иерархии, и подрывает доверие офицерских кадров к высшему, к верховному главнокомандующему, который не может или не хочет навести порядок. Вот, собственно, один очень важный фактор. Другой важный фактор заключается в том, что... А вот генералы противника, я не слышал ни одной фамилии, говорящей ни одной фамилии генералов вооруженных сил Украины, которые погибли на фронте. Хотя тот же Сырский, это командующий сухопутными войсками, я не знаю, залужный, но, наверное, залужный тоже. Но о Сырском постоянно рассказывают, что он находится на самых опасных участках, самых... Ну, даже не самых опасных, на самых острых, на самых важных участках, но они же часто и самые опасные. Но никто из... По крайней мере, ни один из генералов вооруженных сил Украины неизвестно о том, что он погиб. А в Украине все известно, ведь гораздо страна намного меньше по масштабам, с меньшим населением, где все друг о друге... Ну, не все, но очень многие друг о друге знают прекрасно. Как обстоят дела и скрыть, причем средства массовой информации не настолько контролируемы, как это в России, скрыть такие вещи невозможно, информации нет. А когда в России... Но это значит, что гибель не только этого Соколова, адмирала Соколова, но и там десятка, наверное, где-то уже близко к полуторадесяткам погибло высших военачальников Российской армии в Украине высокого уровня. Командующие там... В том числе командующие... Генералы Айвоша, да? Да. Генералов. Так вот, значит, что-то такое системное уже есть, системные недостатки в Российской армии, которые приводят к гибели высшего командного состава. Ну, я же не случайно с вами, что этих систем у менять надо. Ну да, естественно. Однозначно нет. Просто-напросто в эпоху информационных технологий ну, все-таки это даже не 80-е, 90-е годы, даже не нулевые годы нынешнего века уже. Ну, проще всего было бы опровергнуть это то, что Виктор Соколов выступил бы и сказал бы, да, нам враг нанес ховарный удар, но мы сплотимся и дальше будем и так далее. И вообще по личному составу очень интересно. Вот когда показывали, как Брэдли подрываются и экипаж покидает эти боевые машины на минах и экипаж и говорили о том, да, конечно же, горит вся техника, но важно еще и выживаемость личного состава, но действительно трудно заменить танкиста, трудно заменить артиллериста, наверное, еще труднее заменить адмирала. Вот как раз адмирала заменить легко, адмиралов много, можно назначить. А вот хорошего специалиста скажем, танкиста или летчика, особенно летчика, способного вести боевые действия в современных условиях, на таких современных самолетах, заменить гораздо сложнее, чем генерала. Он же должен летать, он же должен уметь управлять самолетом, это же конкретные вещи. По идее адмирал и генерал тоже что-то должны уметь делать, по идее. По идее, да. Но вот что они умеют делать, это нужно. Значит, получается тот результат, который имеем, и слава Богу. И слава Богу. Знаете, постоянно слышатся удары по моей родной Одессе, по зерновым терминалам, по портам, понятно, там по военным объектам еще более-менее, но по терминалам и по портам вот этим зерновым, вот ведь с военной точки зрения понятно, что это психологические удары, понятно, что это все равно зерновой сделка, понятно, что это связано с тем, что Путин обиделся на всех в Сочи, начиная с Эрдогана, заканчивая всеми, всеми, всеми. Но ведь те же шахеды, те же ракеты, те же еще что-то, да, они же могли бы понадобиться и на фронте, с чего бы это, они бьют, мягко говоря, не туда. Ну, они бьют туда, куда их нацелили в Москве, а в Москве их нацеливают на, как я понимаю, на объекты инфраструктуры прежде всего, в том числе портовой инфраструктуры, если в прошлую зиму, в прошлую осень и зиму, ну, в зимний период главная задача заключалась в том, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, и, соответственно, а как писали лихие, да и не только эти Z-каналы, но и ряд политологов, достаточно имевших ранее более-менее приличную репутацию, выморозить Украину, не получается и не получится, хотя, видимо, будут повторять эту же стратегию, а теперь к этому добавилась еще и транспортная инфраструктура, хотя ее разрушить сложнее, а вот портовая инфраструктура и, скажем, зернохранилище, ну, видите, да, разрушат, а портовую инфраструктуру восстанавливать очень сложно, и это, в общем, как я понимаю, помимо просто такого вспышки злобы и желания отомстить как можно более болезненным образом, еще и расчет более или менее долгосрочный, но хорошо, рано или поздно война кончится, возможно, в будущем году, возможно, через какой-то еще через год, оно кончится, это, понимают, в Москве точно так же хорошо, как и в Украине, так же хорошо, как и во всем мире, но задача поставлена сделать Украину как можно более слабой, нанести как можно больший ущерб не только военный, но и гражданский, экономический, социальный, какой угодно. Действительно, я повторяю, вот, что касается портов, то восстановить портовое хозяйство это очень непростая задача. зернохранилище там, да, ну, конечно, это, в общем, не такая сложная конструкция, не такая, ну, высокотехнологичная, а вот современный, современный порт, это очень, очень трудоемкая задача его создать, оснастить и, соответственно, восстановить после разрушения. так что вот эта задача уничтожить как можно больше тех систем экономических, инфраструктурных, систем жизнеобеспечения, которые есть в Украине, с тем, чтобы максимально ее ослабить уже в послевоенный период. вы знаете, я сейчас выскажу мысль, которая, в общем-то, с одной стороны, она может показаться даже, я даже не могу подобрать слово, честно говоря, не то чтобы циничной, может быть, неправильной, но тем не менее, то есть, есть выражение «нет куда без добра», что называется. Да, конечно, это очень плохо вот это разрушение, все, я, вопрос мы вообще не берем, вопрос о человеческих жертвах не обсуждается, но в целом Россия вот этими ударами фактически разрушает советское наследство. А это означает, не бывает там, где удобное географическое место и так далее, тем более известное, не бывает так, чтобы это место было пустое. А это означает модернизацию, общую модернизацию, да, это деньги, да, это ресурсы, но это означает модернизацию, это означает, что на месте старого портового терминала, который, может быть, был построен в 60-е годы или даже, может, в 30-е годы прошлого века возникнет новый современный терминал. На месте старого завода возникнет какой-то новый завод, который больше будет, не будет завязан с той экономикой, которая была советская, будет больше соответствовать современным реалиям. То есть, вот в данном случае, может быть, и так, и с этой точки зимы есть смысл посмотреть на то, что происходит. То есть, конечно же, все это ужасно, но при определенных раскладах это может быть мощным стимулом для развития страны. Да, естественно, так оно и было, ведь примерно так развивались события в Германии и в Японии после Второй мировой войны. Германия, ну и та, и другая страна, страны эти были разрушены практически до основания. В Германии, если ехать через, ну, просто по дорогам, смотреть на городки, ну, наверное, процентов 70, это здание и сооружение и всего прочего построено после войны, построено уже в 50-е годы. Не богу есть, какая архитектура в массе своей, но, тем не менее, это удобно, это функционально, это значит, что общество восстанавливалось, а экономика восстанавливалась на совершенно другой основе, технологической. Старые технологии были во многом разрушены, старые производства со старыми технологиями были разрушены, на их место ставили, естественно, самые современные по тому времени производства. Это заняло довольно длительное время, несколько лет, под 10 лет, наверное, но это стало основой того, что потом назвали, ну, одной из основ того, что назвали немецким и японским экономическим чудом. Вот это вот совершенно новая технологическая основа для экономики. То же самое будет в Украине, естественно. Еще понятно, что это будет сделано на основе помощи со стороны ЕС, а в ЕС уже создан фонд восстановления Украины, это будет сделано с помощью американских денег, да и вообще говоря, вложение денег вот в такую восстанавливающуюся экономику, это очень выгодное дело. И помимо помощи по государственным линиям, по государственной линии, или там по линии Европейского Союза, частный бизнес, естественно, туда после того, как война окончится, а как окончатся военные действия, я бы сказал, даже так, даже не война, а военные действия. Конечно, он туда рванет в Украину, потому как рабочая сила достаточно квалифицирована, общий уровень образования и культуры достаточно высокий, ну и уровень жизни, к сожалению, не очень высокий. Соответственно, возможность вложения денег в условиях, когда зарплаты не такие высокие, как, ну, например, в той же Германии, ну, конечно, это стимул для того, чтобы туда вкладывать деньги не только по государственной, но и по частной линии. Так что экономическое чудо Украины после войны, мне кажется, очень реальным, но, во-первых, для этого должна кончиться война, во-вторых, потребует, потребует, конечно, достаточно серьезного времени и потребует, помимо всего прочего, потребует серьезной перестройки общественных отношений в Украине. Нужно будет избавляться от того, что называется одного из компонентов советского наследия, такого, а именно коррупции и прочих чисто психологических особенностей ведения дел, ведения бизнеса, которые либо это советское наследие, либо это наследие первых лет постсоветского периода. Что было вообще, говоря, во всех странах бывшего Советского Союза? Мне бы хотелось какое-то время уделить нашей региональной песочнице, потому что на прошлой неделе здесь у нас тоже велись боевые действия, правда, они велись 23 часа ровно. Я, честно говоря, не знаю, насколько вы внимательно успели следить за тем, что происходило здесь, с военной точки зрения. Но у меня вопрос следующий. Вот сейчас мы видим взаимное объединение Еревана и Москвы в том, что в Москве очень цинично говорят, в конечном итоге Пашинян сам признал территориальную целостность Азербайджана, можно подумать, что они ее не признавали. Так что вот мы имеем то, что мы имеем. В Армении это общепринятое мнение, что Москва предала Армению, хотя ну опять-таки причем тут Армения, Москва предала бы Армению, если бы военные действия шли на территории Армении. Но у меня вопрос. На протяжении все-таки 30 лет действительно у России были ресурсы для того, чтобы поддерживать статус-кво. В 20-м году эти ресурсы сильно были сокращены, но статус-кво вернулось в такой усеченной форме. Как вы считаете, чисто с военной точки зрения у Москвы были ресурсы, ну допустим оставим все в покое, политические аспекты оставим в покое и даже экономические оставим в покое, хотя об этом тоже можно поговорить. С военной точки зрения сегодня у Москвы были ресурсы ввязаться в войну на стороне Армении с Азербайджаном, но в перспективе, учитывая Шушинскую декларацию о военно-политическом союзе, рискуя войной с Турцией? Да нет, по-моему не было. Видите, ну что было у России? В России была 49-я армия, находящаяся или дислоцированная частично в Дагестане, частично в Северной Осетии, на восточной части Северного Кавказа, но эта 49-я армия во многом отправлена на войну в Украине и что там осталось, я не знаю. Видимо, осталось очень немного. Была база в Армении, в Гюмрии и там, по-моему, какой-то полк еще в Ереване или около Еревана находился и находится и миротворческий контингент в Карабахе. Но теперь видите, что касается Азербайджана, у Азербайджана хорошая армия, победившая в войне, это очень укрепляет боевой дух и решимость. Как я понимаю, в Азербайджане очень не любят Россию, в том числе потому, что на территории Азербайджана в Карабахе находится российская военная база. Так это интерпретируется. Далеко не только поэтому, но и в том числе. Но в том числе и поэтому. Это так называемый миротворческий контингент один из очень важных раздражителей в отношениях между Россией и Азербайджаном. Особенно на уровне и общественного мнения, и, как я понимаю, настроений в Азербайджанской верхушке. Нет, я думаю, что сопротивляться движению, осуществлению вот того, что называлось, названное контртеррористическими мерами, нет, в России сил не было. Ну, хорошо, давайте представим себе, вот, что может сделать в этой ситуации Россия? Отдать команду на вторжение в Азербайджан с севера? С севера? Ну, как-то я в это... Во-первых, у Азербайджана там достаточно войск и сил в северных районах и открывать второй фронт в условиях войны в Украине? Нет, это совершенно невозможно. Что касается войск той самой базы в Армении, ну, а тогда возможно выступление, по-моему, это называется Третий армейский корпус Турции. Но, значит, он как-то там силы этого Третьего армейского корпуса, на мой взгляд, если я правильно помню цифры, ну, раз в 10 больше, чем у российских войск в Армении, а то и больше или вместе с армянскими вооружёнными силами. Там очень мощная группировка на севере, значит, вот в этих районах Турции, в северо-восточных районах. Нет, мне кажется, что шансов не было, и это в Москве прекрасно понимали. И, помимо всего прочего, это и было одним из тех, одной из тех движущих сил, которая предопределила вот эту вот межуумочную какую-то межуумочную позицию России. Да, собственно, после 44-дневной войны, тогда уже было ясно, что воевать ещё и... Тогда войны в Украине не было, конечно, но воевать на Южном Кавказе Россия не может с Азербайджаном и с Турцией. А ведь война с Турцией означает не только войну где-то там в горах Нахачевани или где-то в районе Нахачевани, но и войну на... На чёрном? А это тут уже силы несопоставимы. Не, ну, оно и понятно. Ещё Пашиняна обвиняют в том, что вот когда началась вот эта контррористическая операция, он отдал приказ ни в коем случае не ввязываться в войну. Кстати, это было бы очень выгодно России, потому что в данном случае речь бы шла бы уже о том, что война бы шла бы на территории Армении и, ну, фактически реакция Запада была бы далеко не такой, какая сейчас. А сейчас она связана с озабоченностью и с тем, что АЭЭ всё-таки лучше решать вопросы мирным путём. Ну, по той же логике Пашиняна же поступил, по военной чисто логике, я про политику не говорю, политика это вообще, там вообще мрачная казина получилась бы, но по военной чисто логике Пашиняна поступил абсолютно правильно, когда сказал, что у нас нет ресурсов ввязываться в войну с Азербайджаном. Ну, конечно. Ну, естественно, ведь, во-первых, после 44-дневной войны Армения не прилагала сколько-нибудь серьёзных усилий, ну, и кто в этом виноват, или там, отвечая за это, Пашинян, или военное командование, как угодно можно об этом размышлять, и там, люди, конечно, друг друга обвиняют в этом, но факт остаётся фактом. У Армении, Армения не предпринимала каких-либо усилий по восстановлению, модернизации, переоснащению армии, которая потерпела поражение в этой войне, в отличие от Азербайджана, который наращивал потенциал. Продолжал. С помощью Турции, с помощью Израиля, там, ряда других, ну, и России, наверное, тоже закупались какие-либо. Ну, в России уже нет, потому что, ну, там, очень скоро же России было в отличие. Ну, да. Вот, так что, нет, шансов у Армении не было, выступление в защиту Карабаха автоматически совершенно привело бы к тому, что азербайджанские войска вошли бы, например, в Сюник, зону на юге Армении и получили бы полное обоснование, а мы, вот, решаем еще одну эту нашу задачу, благодаря, стратегическую задачу, благодаря тому, что, значит, Ереван, Ереван выступил в защиту сепаратистов, а сепаратисты... Ну, опять-таки, да, начали войну на нашу территорию, а мы перенесли на это. Абсолютно верно, причем очень интересно, вот, когда вы сказали, Армения не предпринимала, Армения могла предпринимать, будучи в Водер-Кабаха? Не могла. То есть, Армения продолжала быть в Водер-Кабаха, продолжала быть военно-политическим союзником России, что накладывает определенные ограничения на всех остальных партнеров, а политические ресурсы у Армении были и до сих пор. И, в общем-то, когда Армения жалуется на то, что Россия не поставила оружие, которое было оплачено, это действительно так, 10% было оплачено остального кредит, но неважно. Проблема ведь в другом, как мне сказали, я не знаю, но мне сказали, что оплачено 10%, остальное кредит, который должна была закрывать Армению. Так или иначе, деньги ушли, оружие не пришло. Но ведь после 22-го года стало ясно, что Россия не может поставлять оружие, что Россия самой нужна. нет, я, видите, у меня такое ощущение, что, или даже не ощущение, а полное убеждение в том, что стратегические ошибки, которые сделало армянское руководство и после 94-го года, и вот в последние, в последние годы, и до войны 20-го года, и после этой войны, они, в общем, предопределили колоссальную военно-политическую зависимость, ну, военную зависимость Армении от России, при том, что Россия ни политически, ни в материальном отношении не готова выполнить свои обязательства перед Арменией. Вот это печальное обстоятельство, если это та ловушка, в которую Армения, скажем так, Карабахский клан загнал Армению где-то с конца 90-х годов, ну, вот и результат. И когда я все это время говорил, что нужно договариваться, ребята, потому что объективно картина был в результат, мне отвечали, что нет, ты ничего не понимаешь, есть ресурсы, и почему-то были такие надежды на ресурсы, на то, что Фигаро кто-то написал статью, или национальное собрание там Уругвая приняло какую-то резолюцию, ну, замечательно, национальное собрание Уругвая, даже парламент Франции может принимать любые резолюции, но от этого же наземление теплового и холодного на самом деле. Я бы еще обратил внимание вот на один момент, с одной стороны Армения, да, армянское руководство рассчитывало на, и сейчас, я думаю, уже никто не рассчитывает на помощь России, но одновременно одновременно в 22-м году Армения превратилась в канал серого импорта, ну, серого, значит, серых контрабандных схем, из, по которым подсанкционные товары проходили в России. Экспорт в Россию в прошлом году возрос в три раза. Армянский экспорт в Россию возрос в три раза, за счет чего? Понятно, за счет чего. В этом году армянский экспорт в Россию вырос на 80 с лишним процентов по сравнению с прошлым годом. И вот рассчитывать на то, что Запад в этих, вот с учетом этого обстоятельства будет помогать Армении всерьез военным путем, а где гарантия того, что это оружие не окажется в России потом? Значит, это вторая стратегическая ошибка, как я понимаю, армянского эстеблишмента, даже не обязательно правительства. Это попытка, ну и попытка, удачная попытка заработать определенные деньги на поставках в Россию запрещенных подсанкционных товаров. Это было. И это есть. Так что тут видите, как я понимаю, вот правящие круги Армении, они в общем сидели на двух стульях, пытались сидеть. С одной стороны, они рассчитывали на помощь Запада, на помощь той же Франции, там, я не знаю, армянских организаций, армянской диаспоры, в Соединенных Штатах, где угодно, но при этом они делали вещи, которые с точки зрения Запада не то чтобы наказуемы, но непоощряемы, скажем так. Вы знаете, вот это тот самый редкий случай, когда я не совсем с вами соглашусь, знаете, в таком плане, не обращал бы Запад. Те силы, которые поддерживают Армению на Западе, не обращали бы особо внимания на это. То есть в данном случае можно. Может быть. но это уже отдельный вопрос. И, кстати, вот это можно, оно минус, а не плюс. Потому что вот это можно создать ложное ожидание, к сожалению. В итоге мы имеем очень интересную конфигурацию, при которой Россия, как имперская сила с постсоветского пространства уходит или не уходит. То есть если последний вопрос, у нас, к сожалению, остается немного времени. Есть ли такой вариант, что Китай, увидев, что Россия очень ослабла, восстановит, примет меры по восстановлению ее военной силы для того, чтобы использовать как прокси на постсоветском пространстве. Часто на Южном Кавказе и особенно в Центральной Азии? Нет, мне почему-то кажется, во-первых, Южный Кавказ и Центральная Азия с точки зрения того же Китая это не одно и то же. Совсем не одно и то же, я понимаю. Не одно и то же, далеко. Что касается Центральной Азии, известное разделение труда между Россией и Китаем было примерно такое. Россия обеспечивает военную безопасность, Китай занимается экономическим освоением этих территорий. Теперь Россия в общем обеспечивает безопасность того же Таджикистана или в случае каких-то неурядиц и исламского проникновения, исламского радикализма и соответственно там, я не знаю, исламского государства или чего-то еще из Афганистана куда-то в ух ты мой, в долину эту самую. Ферганская? Да, в Ферганскую долину вылетела из головы. Не может Россия обеспечить всерьез безопасность от такого рода развития событий. Значит, Китаю нужно предпринимать собственные усилия, что он, по-моему, и потихонечку делает. В том же Таджикистане усиливается военное сотрудничество с Китаем. Для Южного Кавказа я не вижу, не вижу, почему, собственно, Китай должен способствовать восстановлению позиции России на Южном Кавказе. Вот я не могу представить себе это. Зачем? Южный Кавказ представляет интерес для Китая, как я понимаю, в качестве территории, через которую будет проходить альтернативный, я имею в виду альтернативный российскому, а отдельный, ну, иногда его называют срединный маршрут. Китальный коридор, да. Коридор, значит, связывающий Китай с Европой и с Ближним Востоком. Не случайно же этот срединный коридор будет прокладываться вне территории России, а зачем Китаю обеспечивать Россией возможность контролировать этот путь. Я, честно говоря, в это не верю. У китайцев очень прагматичные люди, при том, что они могут симпатизировать или не симпатизировать Путина, но, тем не менее, у них есть свои интересы, эти интересы вовсе не предполагают создания для России возможности контролировать стратегически важные для Китая коммуникации. Ну, симпатия в политике вообще вещь такая весьма зыбкая, ну, а если даже не в Центральной Азии, я уже не говорю про Южный Кавказ, то какой смысл Китаю укреплять военную мощь России? Ну, в общем, в самых таких, в самом широком контексте, ну, потому, что Россия отвлекает на себя, как я могу предположить, отвлекает на себя определенные ресурсы военные, военно-экономические ресурсы Запада, а Запад, в общем, ну, тут тоже ведь далеко не все так однозначно, слишком велика экономическая взаимозависимость, Китая и Запада, Китая и Соединенных Штатов. Я, честно говоря, в условиях, когда, я сейчас не помню, сколько внешней, какой дали внешней торговли Китая приходится на Соединенные Штаты, но это где-то не помню. Ну, в общем, это больше 10%. Да, главный торговый партнер. Дело не в этом, вы понимаете, мы же все любим исторические аналогии, и очень часто историческая аналогия вообще делается с последней большой войной. естественное желание человека, то есть, а, ну вот, Вторая мировая война, вот так, так и так. Аналогия всегда вечно тянутая. Почему Вторая, вот сейчас я подумал, почему Вторая мировая война, а не Первая? И Китай в какой-то момент может оказаться, Россия может оказаться в положении Веймарской республики, уже полноценной Веймарской республики, после Первой мировой войны, а Китай в какой-то момент может оказаться в положении Советского Союза, который или может помочь восстановиться, и что потом произошло, мы помним, и что потом произошло и с Советским Союзом, в отношениях Советского Союза с Германией, или не может, так как китайцы любят историю, я думаю, что не может быть, чтобы они вообще об этом не думали. Китайцы, конечно, любят историю и очень любят или не любят, но вспоминают о том, что Россия в свое время заняла и забрала у Китая определенные территории, это тоже ведь любят в Китае, любят или не любят, но вспоминают. Вспоминают, никуда от этого деться невозможно. Но мне кажется, что исторические аналогии все-таки не очень эффективные средства для того, чтобы понимать будущее, а будущее исходит, как я понимаю, все-таки определяется во многом экономикой. Во-первых, экономика Китая вступает в период довольно серьезных сложностей в силу целого ряда причин, о котором экономисты хорошо знают, но не очень любят рассказывать, потому что это противоречит вот этому нарративу о том, что Китай возникает как некая сверхсила. Но проблемы у Китая есть, они и достаточно серьезные. Это раз, а во-вторых, взаимозависимость Китая и Соединенных Штатов и Европы коллективного Запада для Китая это нечто такое, что Китай не может компенсировать никаким развитием отношений с Россией или с Африкой или с кем-то еще, а во-вторых, просто сам по себе факт, если значительная доля внешней торговли Китая, а про инвестиции я уже не говорю, приходится на Соединенные Штаты, кто будет воевать с Соединенными Штатами. Это раз. И во-вторых, а в чем, собственно, конфликт между Китаем и Соединенными Штатами? Вот в чем этот конфликт? Это спор за территорию? Нет. Они не спорят за территорию. Спор за экономическое влияние? Да, но это не решается канонерками. А канонерки у Китая слабее, чем у Соединенных Штатов. В общем, я не вижу спора за Тайваня, но это все-таки это не совсем для Соединенных Штатов это не совсем та жизненно важная проблема, которую нельзя решить политикой дипломатическим путем. Я тоже так думаю. Ну что ж, мы немного перебрали по времени, но я не думаю, что наши зрители за это у нас в обиде разговор получился не просто интересным, а чертовски интересным. Огромное вам спасибо за очень интересное место. Спасибо вам. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. До встречи.